ребятушки четыре часа по местному 3 по московскому крайне утренняя рыбалка ну человек готов готов мошки нет мошки нет особенно вчера вечером но иногда она появляется откуда ни возьмись хватает зал за руки пытается утащить вчера вечером рультовала пострашно вообще просто думали сажу таз причем мажешься и гвоздика и чем-то не мазались и чуть как-то не очень помогает все это дело еще комары вечерние там целая банда вот но сейчас на уж будет заканчиваться сегодня холодно так ищем глубины так белого да вот здесь они стоят я думаю здесь мы половим но проблема наверное какая-то будет все таки зараза давай-давай-давай-давай ты даже ты на 8 рассчитывая метров так рыбы есть на и колотит уже радует похоже на хищника есть и крупные что-то но думаю нам без удачи повернется жалко мы сразу не приехали и как и 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 сейчас посмотрим хорошие перепады здесь я ловил в апреле и осенью место хорошее дотягивает сейчас перепады ты говори мне касается не касается чтобы понимал вообще как бы касаться как для начала так сейчас будет подъем что-то мне кажется по сплаводнему поменялся рельеф так какая-то ветка сейчас первую дорожку пройдем посмотрим на протяжении как будто определенного расстояния выберем точку оболова и будет возвращаться постоянно пока мета места понравились до этого куста сейчас наденете высокий пупок сейчас будем заползать на него так вот заползаю я а вот хороший свал но никого не видно там больше рыба ну что друзья вот мы наахт это июль 2022 года по сути это конечно уже заключительная часть те люди которые смотрят мои фильмы полностью значит они отслеживают по частям данный фильм это ну последняя серия должна была быть я в принципе сделаю еще наверное одну или две серии а эту пустил раньше потому что ну смонтировать мне ее было проще данный фильм это по сути фильм с одной точки я долго гонялся все утро в поисках колокастой морды в поисках хорошей колокастой морды найти толком нормальное перспективное место я так и не смог и в итоге мы остановились на точке данный фильм это как раз одна рыбалка с одной есть точки да и что-то хорошее где мы не было в принципе половили судака похоже на трофей не торопись не торопись как увидишь его тогда только уже под под не подводи ну не трофей конечно но подушечку есть ты гадюка взял так непонятно кто прижим был а воздуху добрал прижимал первый утренний судачок на черный уголек давай закрывать и хорошо накрывай вот такой уголек так второй заход второй заход до ну что друзья вот такие вот перепады возвышенности свала пуки это наверное один из лучших вариантов когда можно сказать что здесь сто процентов будет хищник в таких местах поимка особенно трофейной рыбы сразу возрастает но не всегда в таких местах легко ловить бывают и зацепы бывают и определенные трудности с проводкой с проводкой приманки я взял проход на пол но не крупный так ну что еще один судачок на уголек вот тебе пожалуйста вместо место место все рулит место я баба . вовлю тебя где ногу а прям перед твоим так ладно я думаю что кино и получится поэтому наверное расскажу немного про снасти про ситуацию какой такая происходит тому подобное ветра родине то все позволяет так ловим и я взял с собой в эту поездку панишер компания black hole 240 с тестом до 250 грамм катушка конвектора токума плетенка 020 по моему суффикс у андрея стоит sft insider бескалечная палочка и катушка олиджис и катушка олиджис трехсотый пацифан так что-то у меня там как беда вот плетенка у него по моему от герман стоит 018 мультиковар в размотке ставим плетенки значит по 250 метров меня часто спрашивают значит там какую взять размотку я беру всегда не то что максимальная от 200 до 250 метров воблера в данной поездке отлично работали отлично просто работали это бандосы белый вот как сейчас у андрея он черный фиолетовый какие-то еще убитые стекла типа хром битые стекла с блестяшками такие синенькие отсюда начнем глубины в основном в этой поездке работали это где-то наверное от 4 и до 7 метров больше всего конечно мы поймали где-то на глубине 5 и 5 6 метров места места наверное какие-то ну косы с какими-то перепадами и с ямками то есть какие-то все дни бровки именно а именно какие-то перепады в глубин по бровкам лазили вроде бы вдоль береговых бровок еры иногда выручали ну работали скажем да ловили мы подгарами нормально ловили вот сейчас мы тоже находимся подгарами но здесь не только береговые бровки а здесь еще есть пупки которых я вот 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 подъем идет вот ложбины вот пупок и такие вот холмы такие горки они вот всегда выручают то есть но по сути надо искать такие места по равнине можно ходить наверное в определенных местах если есть там я не знаю в принципе лучше там залетные в основном если бывают какие-то аномалии то там наверно можно ловить а вот а так вообще нужно искать какие-то перепады если нашли какую-то небольшую ямку среди какой-то равнины это вообще шикарное место ну или вот такого рода какие тут пупочки ищите на них тяжеловато ловить вовля периодически цепляется там подобрать приманку надо и все скорость проводки я говорю постоянно говорю об этом это где-то наверное даже от 2 и 8 и заканчивая даже питью вот подбираем под место ловли и под приманку что приманка работала под условия ловли есть течение нет течения сейчас я иду где-то порядка четырех километров в час по поводу того что по течению или против течения по течению мы пробуем периодически но я бы сказал так что результат особо нету если у кого-то получается только дети по течению мне и моим друзьям но нравится больше ходить против течения ну во первых как бы ты контролируешь лучше приманку нет такого как бы стука постоянно он так сильно не роет это первое но во вторых не знаю как по мне так результат ну не хуже может быть даже лучше хотя кто-то утверждает что течение у него лучше самый важный фактор когда мы идем по течению это если допустим на течение если идем по течению течение сильные если воблер у нас кто-то встревает какую-то крепятстве скажем корягу там какой-то там не знаю какой-то объект вот и у нас зацеп по зацепу можно сказать все что он уже все мертвый отцепить его только если можно только с отцепом повозившись если мы идем против течения то когда мы зацепили если мы не делаем лет или резких рывков каких-то просто поняли что зацепили все ставим нейтралку он воблер или всплывает сам сам освобождается если не получается в обратную сторону мы уходим и как говорится в обраточку моего освобождаем работы ну 90 процентов на 90 процентов реманок так освобождается что касаемо времени лова судака тут как бы вот трудно сказать но в основном вот в этой поездки вообще ничего не понятно то есть он то и вечером ловится то не ловится вот то есть у нас были выходы когда мы вечером отлично ловили бывали вечера когда вообще просто пролетну скорее всего возможно может быть опять же от места в данном месте просто в данное время вечером не стоял по поводу утра с самого утра но мы как бы уже смеркалась встает то есть четыре часа по москве или мы опаздываем с самого утра ничего не получается у нас то есть где-то наверно в пять по москве у нас нет на четыре нас начиналось до до рима по москве вставали ну где-то в полпятого у нас вроде бы как что-то какие-то первые поклевки были начинали ловить а так до до в течение всего дня то есть там он может выйти в семь я замечал в семь утра он выходил в пять я уже сказал в семь потом где-то в районе десяти вот выходили в час тоже ловили в принципе в течение всего дня можно ловить глубины в этой поездке глубже 8 глубже 7 метров мы ничего не поймали у нас ничего не получилось на халкообразные приманки были пойманы особи ну я думаю что это больше какие-то случайные и были пойманы не трофейные экземпляры рапова танцоры отработали вот половили юзури кристал минова половили на трон и даже не помню взяли мы чего или нет но лучше всего игру вот в принципе бандосы бандосы это конечно бандосы рули цвета в основном пытаются это белые черные такой бандос вот фиолетовые желтыми пятнами ну и хром хром битые стекла так мне в голову больше ничего кислотные мы вроде бы ставили у как кто-то говорит у кого-то желтые кислотники работали кто-то говорит кого-то зелень работал знакомые с братской фотографии там красно-желтые работали красно-желтые мы не ставили рыжие ставили у кого-то тут наши тоже знакомых вроде бы ловили вот ну я похвастаться не могу если вот в апреле был такой цвет какой-то непонятный кракелюра я не знаю как его назвать какой-то красно-рыжий красно-розовый непонятный такой цвет ну вот то что в апреле если его смотрели вот он прям косил вообще просто удивлял всех вот в этот раз ставили ну скажем не очень возможно все-таки зависит от времени года или от предпочтения судака в конкретные в конкретное время потому что игрок бывает даже так вот сегодня ловит черный завтра ловит белый потом приезжаешь черный ставишь ничего не ловит ставишь серебро ловишь на серебро или наоборот на белый вот цвета реально то есть влияют цвета влияют и надо брать какую цветовую гамму с собой по-любому синенькие беленькие черные с желтыми пятнами красными пятнами какие-то битые стекла хром вот эти вот цвета желтенькие тоже надо брать ну и зелененькие в принципе по-любому надо брать какой-то ассортимент нормальных цветов тогда шанс подобрать ключик увеличивается и дальность отпуска ну я не знаю я уже даже не смотрю просто на не помню насколько я уже отпускаю по катушке по катушке если смотрю по конвектору 110 90 футов ты вдруг считаешь цвета сколько там где получается ну а 30 может до 40 метров с хорошей плетенкой воблер у нас уходит до хреновый старый воблер под проблему пусть пойдет дальше вот они стоят клыкастики хорошие сейчас попробуем его взять с хорошей тонкой не сильно тонкой плетенкой у меня стоит игру 020 суффикс плетенка классно общение воцветает уже вторая поездка поставил я ее в апреле вторая поездка и нормальной цветации так как бы не воцветает не ворсится и в то же время 020 а она наверное как ну не знаю короче она у каждой плетенки свои толщину как бы производитель то есть допустим берем вот одинаковые 018 и все они будут по толщине разные то есть производитель нет такого что 018 у всех все одинаковое то есть все таки сечение оно у всех разница вот у суффикса мне понравилось то что как бы вот она и прочная и в то же время как бы в то же время заглубляет воблер в то же время заглубляет воблер побюджетнее тот герман можно взять от дуэль дуэль хардкор по моему там если брать надо то 024 потому что если возьмете там у них по моему 024 а предыдущий день по моему 019 если взять 090 если взять 019 то он очень тонкий и в принципе зацепы плохо держит а 024 он приблизительно по диаметру наверное как суффикс 020 вот и уже держит нормально ну вот эти три плетенки я могу в принципе рекомендовать если кому интересно ссылочки постараюсь не забыть дать в описании поводок метровый поводок метровый вот что важно во время во время грязные вообще он очень удобный особенно во время когда идет грязь я ставлю еще вверху застежку у меня стоит застежка застежки довольно таки такие нормального размера не маленькие и грязь собирается все здесь на застежке и до воблера почти ничего не доходит самое наверное важно это найти найти место нашли место будете с рыбой не нашли место так и будете кататься по речке как эти как таксисты и не надо ходить длинными дорожками то есть постарайтесь прочитать водоем найти какие-то предварительно перспективные места и их пробивать походили вот мы вот сколько уже 3-4 точки сменили на мой взгляд перспективные ну или допустим где я раньше ладил там ничего нету то есть я не продолжаю куда-то уходить дальше возможно я ошибаюсь может быть там конечно она перешла рыба и там ставит но если так думать то тогда можно просто вообще начинать грубо там в одном месте и заканчивать там через десять километров я наблюдаю так люди ходят но если вам так нравится то пожалуйста на самом деле вот нужно найти участок и этот участок облавливать вообще если знаешь на сто процентов что он здесь есть сюда то желательно вообще просто долбить долбить это место потому что можно приехать в данное место то есть оно перспективное тут есть сюда но его именно в этот момент именно в эту минуту в эти часы допустим пока еще нет выхода то есть он есть но неактивен дожидаетесь его попадаете на клев все ловите рыбу потом опять может быть промежуток как правило друг где-то у них промежутки там по часу клюет он где-то может быть там от 20 до 30 там но бывает до 40 минут потом промежуток может быть даже часовой потом дальше на 5 начинает ходить точно сказать прям промежуток очень сложно потому что но порой они отличаются приблизительно я говорю какие-то уже наработки есть в голове бывает что место такое прямо выстреливает вот оно ловит ловит прямо с утра и там может весь день ловить просто идет спад какой-то то есть активность ну скажем до 7 утра дальше уже идет какой-то спад вот но ловить все равно в этом месте будете такие места тоже есть такие места надо конечно ценить вот желательно их не сливать и не светить сильно у меня к сожалению это не получается постоянно фотографии поэтому на моих точках очень много людей всегда так ладно сейчас немножко помолчи может что-то вспомню потом еще добавлю сейчас попытаюсь вот поймать когда разговариваю что-то мне не прет а может быть как раз вот он выключил сейчас сейчас посмотрим а может быть я кстати когда я сейчас болтал ты задеваешь дно а то я забываюсь вот видишь ты там всякие дно а то я сейчас буду катать ну вроде бы шел это нормально наоборот по-моему даже очень близко к берегу шел еще могу добавить старайтесь не мешать друг другу неважно кто вы трейлингист или джигит вот вчера столкнулись там две ситуации у нас были интересные то есть дорожки у нас сейчас она даже длинная а там мы ходили очень короткими дорожками и люди это видели и причем не мы одни ходили люди просто одни подъехали вообще спиной просто жопать нам повернулись сидели в охотчет на боковое сканирование джигит смотрели вот потом в итоге они все-таки троллингом ушли ну не суть то есть они сели с жопой к нам на нас даже внимание никого не повернулись не спросили не мешают не мешают хотя они прям встали прямо перед нами на дорожке там метров там 50 там ну 100 от нас вот понимая что мы на них движемся то есть изначально они видели нас и пофигу все то есть ну вот как и так вот можно встали и все и стоят в итоге как бы ну немного я их попытался как бы так тоже позлить мимо них пару раз прошел но это и себе нервы трепать и им нервы трепать наверное хотя я думаю что им вообще пофигу все вот и пришлось нам уехать хотя там судак поклевывал причем он поклевывал раньше где они встали они встали там где мы ничего не ловили но нам приходилось до них доходить чтобы наша дорожка наш воблер дошел в нужное место то есть по сути ну обломали нас да и вообще как бы так не очень приятно не очень удобно когда люди пучкуются да река большая можно всегда найти вот мы сейчас находимся вообще одни мы нашли место где нас вообще никого нету я вот так вот как бы вот и люблю ловить вчера была еще одна ситуация то есть тоже значит мы ловим ловим одни увидели знания пристроились ну бог с ним ладно там вроде как все нормально не мешают вот вроде как понимающие обнаружили сплавом шли спускались вдоль яра значит джигиты увидели что мы значит одного достали второго достали все смотрю думал они сейчас будут может троллингом дорожкой нет они высматривают место где кинуть якорь вот я говорю ребят короче подвиньтесь в сторону на что мне был ответ простой русский вот река общая ты что реку купил где хочу там ловлю я вчера из утром ловил ну вот как так да то есть я не троллингом иду я джигом буду ловить и что ну смысл вот какой-то непонятный то есть как-то логика какая-то непонятная я понимаю допустим я начал дорожку и вообще исчез дорожка была там не знаю там ну 300-400 наверное метров максимум видно что именно в этом месте как раз вот люди уловят именно из этого места как раз мы подымали судаков это вот товарищи которые наверное не хотят искать или просто не понимают утром ловил я буду ловить сейчас здесь так ну что сейчас чуть-чуть еще нам пройдем и переедем пока тишина что-то поздно приехали сюда но шанс еще есть вот в 7 часов будет выход потом еще 10 часов будет выход поэтому еще я думаю что нам улыбнется удачи у тебя дно задевает? воблер именно должен касаться дна он может периодически касаться дна может рыть дно, но он должен касаться его если воблер не будет касаться дна, то шанс поимки именно судака уменьшается воблер может не касаться дна в том случае, если на дне идут какой-то коряжник, завалы то можно проводить над этими корягами немного подыгрывая, как бы провоцируя судака на подъем с щукой все проще щука подымается, щука может брать и в пол воды и где-то там в метре от 1 то есть с щукой все гораздо проще с судаком все сложнее поэтому щуку в коряжнике ловить проще вообще тренинговать по щуке всегда проще, чем по судаку щуку поймать в разы легче по поводу спиннингов вот как бы у меня это максимально как спиннинг должен в принципе сгинаться ну вот сколько вот здесь там мотоси наверное там 10-15 ну 10 сантиметров наверное уходит ну может быть 15 а так вообще там от 5 до 10 сантиметров наверное спиннинг должен загнуться и вот работать в таком положении больше это уже чересчур спиннинг должен быть жесткий чтобы судака сразу как он только прижимает как он только тыкает моментально чтобы подсечь на палочках я пытался рассказать там в своих серии фильмов о мощных палках тоже там найдете в ютубе посмотрите ссылку тоже если вспомню то тоже оставлю в описании серия фильмов о мощных палках там много чего можете здесь наверно почерпнуть так вот здесь может взять вот они видите такие всякие перепады вот это вот как раз наши с удачей места какие-то аномалии и вот пошел свал и вот пошел свал и вот пошел свал так сейчас перееду что-то затишье какой-то хотя цвет белый стоит да рыжий попробую поставить сейчас вот сейчас попробую поставить рыжий вот на черный вроде прекратилось может быть сейчас на рыжий начнет и это будет вообще даже не удивительно для меня в том году в июне вот на этот рыжий я хорошо ловил сейчас попробую в апреле вот этот про то что я рассказывал что-то отловил прям вообще просто бомбил он весь покоцанный вот андрей говорит вот расскажи как когда вода касается на когда не касается ну да он говорит про бандиты потому что есть даже на баре сейчас стоят ребята которые говорят у меня не достает он там 4 6 метров вот глубины сейчас потом доказать тяжело сейчас здесь перепады а так вообще по кончику смотрим то есть он значит сейчас нам поклевка будет не прозевать угли эти слова хорошие здесь стоит бель и столицу хищник значит воблер барабанит 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 потом раз назад так отходит плавно-плавно по руке глубже наверное 6 метров тяжело проощущать понять на дне воблер или не на дне воблер но по отыгрыванию кончика назад это можно увидеть то есть если присмотреться то воблер работа 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 там раз какой-то идет сбой такой работа 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 раз какой-то и сбой идет это воблер на дне воблер повторюсь бандос можно заглублять при нормальной плетенке которая ранее перечислил до 8 метров до 7 с половиной вы будете заглублять смело то есть я вот даже уже не прислушиваюсь на дне он меня не на дне я знаю что подыхало то у меня 7 метров он сто процентов на день при восьмерке туда тут можно подальше отпустить блин было вот сейчас поклевка была грубо верхней точкой просечь тяжело потому что андрюш си рыжик может быть честно принесет что-нибудь так что вот так вот просто как бы смотрите по кончику раз назад отходит сейчас тут яма вообще-то там 7 метровая вот он работа 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 работает вот раз то есть идет какой-то такой но сбой вот раз назад отошел бывает вперед но вперед когда это нам уже немножко цепляет а когда он идет у бандоса лопатка загнута вперед и он идет так вот на пяточках на этой пяточке на цыпочках там я фразу такую ввел вот идет на цыпочках хотя ну да так он идет принципе на цыпочках в принципе подходит к этому то есть еле-еле касается дна и он прям шлифует а вот ответ тык-тык-тык поэтому вы его может быть и не чувствуете не понимаясь но если присмотреться и понять еще очень хорошо понять если на дне какая-то есть аномалия за которую может зацепиться в облик то вы сразу поймете что он у вас сто процентов на дне и тогда уже будете уверены что при таком-то конкретном отпуске он у вас даже если вы не понимаете если вы даже не слышите его но если есть какая-то аномалия да но он вспомнил значит он же на дне поэтому если она не сильно высокая то как бы сразу поймете я в свое время так к этому приходил так же балбес еще тоже там мало чем понимал но начал просто анализировать рассуждать и эти анализы рассуждения привели вот определенным результатом так же и поклевки поклевки прям печочки такие тык бывает он виснет бывает он сам сам подсекается он просто как бы повис и все сам поймался пусть не вы его поймали поймал ваш воблер и он сам поймался а если ловить еще на ты чочки как вот на джип то во первых и интереснее во вторых и результат выше бывает счет опуски вот у меня в этом году только в этом в эту поездку только одна один был отпуск у андрея там было несколько опуски на просекать мы просечь очень тяжелого это тоже то есть провис идет плетней то есть судака прижимает и проталкивает вперед поэтому происходит определенную там опуски плетенки щукой все игры проще там она просто хватает и начинается борьба судаком все сложнее поэтому по судаку я его тщательно выбираю наверное и сами спиннинги в те же самые приманки если щука другу принципе вот так вот в обе развалили поймал на пару щек но это не считается можно срубить деревяшку ставить вместо лопаты пробку там не знаю чем придумать там до тройники навесить и ловить щука щука более агрессивная более бестолковые хотя тоже не на каждую приманку будет брать будете сопровождать и еще подумаем брать или не брать но голодная щука она всегда хватает судаком все сложнее наверное вот что еще вспомнил по поводу того что мульт или без на бензерационная катушка это как вам удобно ловите как хотите но сразу говорю что бензерационной катушки при троллинге долго не служит особенно когда выводите на течение потому что нагрузка на шток на грудь нагрузка на лескоукладыватель очень большая плюс если вы используете ну скажем упористые приманки большого размера приманки на течение у вас постоянно идет вставляете да вытащил распустил вытащил распустил вытащил дорожку нагрузка идет просто колоссальная умирают и подшипники там не знаю шестеренки то есть тут знакомые приезжали со мной сидели лодки катушки рассыпались на моих глазах по поводу еще наверно когда вываживаете рыбу палки у нас довольно-таки мощные катушки мультипликаторные выкачивать рыбу особую тут не надо если она просто начинает давить вы просто прекращаете какие-то свои действия вы просто наблюдаете наслаждаетесь как она давит как только она остановилась перестала давить вы дальше начинаете мотать все все просто все банально если конечно вваливается какой-то трофей там не знаю сон там не знаю сумасшедших размеров щука без безумных размеров то там приходится конечно и выкачивать рыбу то есть играет уже работать спиннингом а так все вот судака мы поймали начинают дым 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 давить я не выматывал даже порой он клюнет он какие-то несколько рывков первые дает я сижу даже ничего не делала все я жду меня спиннинг работает отрабатывает амортизирует все не надо прямо выматывать ждать все он остановился я встаю начинаю выматывать только на 5 начинает давить я перестаю мотать катушку снасти другие они не требуют определенной скажем дополнительных действий со спиннингом если не валиваться подарю сильный трофей там придется работать да уже как говорится и с палочкой так вроде бы еще одна баба . ну какая-то такая непонятно так какой затишье вот и славы под этими словами или напротив них стоит сюда должен стоять здесь очень пока не видно вот интересное место вроде какие-то две оси непонятные 3 поменьше вот зачем нужен даунскан дабы сюда вот сонар простой видите а здесь прям четко все показано что на дне какие аномалии вот спрашиваете холод какой дорогой или простой ловить можно и с простым глубомером главное знать глубины но чем круче вас холодте вам ну это все становится интереснее ну и упрощает по рыбалку поэтому для троллинга тоже принципе желательно иметь и карты прорисовка карту то меня к сожалению карта на нем есть я точки ставлю но чтобы рисовать рисовалки самому вот таки все бровки перепады видеть мне нужно зарегистрироваться на вионикс что-то мне не очень хочется усложняет там как-то все не очень просто у гармина допустим с картами вообще все все супер но с даунсканом у него намного хуже то есть он уже вам веточки не прорисую будет как бы мутновато показывать здесь 1200 мегагерц у гармина опять же за наверно какой модели смотрят то есть если дорогие модели аналогичные дешевле они прорисовывают гораздо хуже дорогие не могу сказать не видел поэтому принципе холод должен быть ну хороший скажем так ну ловить можно с простым я в свое время ловилась тетрисом с пиранькой знаю места приблизительно можно ловить вообще без холода поздно приехали сюда опоздали пока точку искали убили время но сейчас будет через 15 минут 7 часов может быть выход был сейчас начнется вот вот по идее должен есть что-то тяжелое что-то хорошее так я камеру нет но это не сильно конечно трофей но хороший экземпляр хороший так давай наверно это сторону полустенький так села батарейка вот такой судачок вот на такой рыжий упитанный хороший так вот свал и вот скорее всего стоит хищник есть не поперек взял такой рыжик так сейчас еще раз под этот свал зайдем в этой поездке мы больше половины времени мы ловили в грязной воде и пуха было много и из-за того что воду давали грязь всякая пола налипала очень много всяких грязюки на поводок даже на воблер пробовали тоже сжиговать не очень комфортно но кое-что половили стараюсь там видео тоже может какой-то серии в какой-то есть ах ты вот сейчас он взял верхней точке я не смог его досечь и из-за этого говорят что допустим зачем при троллинге подсекать вот если бы я вообще даже ничего не сделал бы он бы так просто тюкнул и все а я его слабо просек нерезко рыжик заработал так очередной заход очередная попытка что-то серии так отработал сильненький с красными точками ну вот такой клыкастик на синенького такого бандосика андрюш красавчик так дай-ка мне посадишь ки надо мне кинф модный посадишь купить и пара полным а то я как этот сантехник ну что продолжаем ловить или домой так сейчас где-то будет здесь свал вот он начинается здесь ямка сейчас будет на 7 до 8 под словом особо нет никого судак может быть прижат как одно если рядом с ним провести он тоже возьмет михалу тебя может даже не видно быть какая-то белья на даунскане стоит может отстать к судака потому что здесь белья вообще не вижу на сонаре подъем и стал таки надо искать солнце начинает жарить взял от рыбы без поклевки возможно бага вот рыба что-то очень тяжелая скорее всего багр да это багр не не андрюх так вот он вроде бы это вот здесь когда прямо такая тяжесть конечно насиловать катушку не стоит на когда вы выкачиваете делать это все-таки осторожнее с кабину не давайте не не возможно возможно ушел ну не взял он был подсак не страшно не честно пойман честно ушел гулять стоит он знаешь что это все-таки судак и он не очень активный сейчас еще раз зайдем а а Продолжение следует... 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 так возьмем три крючка сайте же давай вот сюда между жаберными крышками вот а я засунул вот сюда так друзья давайте вам тоже подскажу короче мы берем не между жабрами здесь очень остро а берем вот между жаберной крышкой и жаброй это мне говорит что я его пальцы в жабру сую нифига вот сюда берете и вот так держите или вот здесь вот так вот сжимаете вот в этом месте пальцы вот так держит все ничего никуда не денется это мы с тобой как говорится удачно зашли да такой более стандартный но странно среди вот этих стандартных хороших по идее может попадаться и должна попадаться трофейная рыба нет ни одной у трешки еще выше куда он девается еще один на глубине слоев совсем дружида сам примешь попробуй сам попробуй сам покороче покороче и прямо-то накинаешься жоп не только не и не воткнитесь задницу очень нежная но тоже забираю нормально вот таких накопчения замечательно они не небольшие и немаленькие ну счет поймал на белый белый ходок все рисковать не буду нет давай подстрахую так где-то уже рядом вот он поводок чтобы тяжелый табло жирненький что ли так беленький герман досик мои любимые герман досики очередной клыка стик но уже на беленький морда клыка стая скажи чем людям ну что друзья вот и закончилась данная рыбалочка скажем это крайне наше утро рыбалка состоялась поймали мы поля порядка наверно 15 может хвостов забрали порядка десяти сейчас посчитать трудно в среднем особи были конечно не сильно трофейные но суток был неплохой скажем от килограмма до двух лет вот в этом диапазоне вот что можно сказать еще значит в целом о данной поездке работали глубины от четырех до семи метров искать приходилось какие-то перепады бровки пупки вот что-то типа такого то есть какие-то места раньше где я ловил они полностью выключены то есть не ловить не он не ловилась судак стоит именно стаями где-то от мелкая стая ловишь только мелочь находишь крупнее ловишь крупнее вот давайте приманка наверно быстренько пробегусь значит я думаю что в фаворитах значит у нас лидера что вот такой фиолетовый потом черный уголек от герман так белый белый ходок тридцать первый сразу не достал но обыкновенно 31 хром ловил но мало на время мы уделяли нам показалось хуже лаю вот такой по моему 224 тоже от герман оригинальный бандос вот такой рыжий сейчас начал по пандосу пробилась потом поставим я назвал зебра от герман не знаю оригинал по он тоже такой есть значит опять бандос вот с такими точками бандос и наверно все когда работал черный бандит а вот еще до андрюха дает стекляшка вот такая стекляшка отловилась с переливами желтым пузом держи так когда ловил черный ставил вот этот юзури и он ловил неплохо потому что у них очень похожие 5 наверно все это вот такие желтенькие в эту такая желтая башка также отстрелялся по мелководью до 5 где-то метров он хорошо идет это раповский танцор такой малыш 20 20 плюс по моему маленький короче танцор вот такого цвета очень понравилось как тоже ловит но уступал бандитам может быть просто малку кунал все наверно больше так вот прям вот какие приманки еще может быть ловили но игру повторюсь вот это у нас было в лидерах топчик скажем так в нашей поездке все друзья мои наверное на этом все если даже вечером что-то отстреляет то это будет отдельно может какая-то серия или куда-то будет вставочка а на этом я с вами прощаюсь как говорится до новых встреч всем рыбацкой и жизненной удачи ловите больше отпускайте чаще скажи всем пока всем пока покину и и и и и и